Жуткое зрелище. Совсем маленькие насекомые сбиваются в огромные чёрные тучи. Слышно даже, как воздух гудит. Это просто ужас. Они съедают просто. Сразу несколько сёл Сурского района страдают от нашествия чёрной мошки. Непобедимая напасть, от которой некуда деться. Такие чудовища, которые вот садятся и грызут, выгрызают прям мясо. Сельские улицы опустили. Жители без нужды стараются не выходить из дома. Кровавые следы от укусов по всему телу не проходят и через неделю. Это я была ещё в сетке. Это под сетку подлазили. А если вот так выйти? Страшно даже выйти на огород. Жители, если и покидают свои дома, то в плотной одежде и в москитных сетках на лице. Но и это не спасает от кровососов. Это надо бронежилет. Ещё плюс ко всему. Вот, я работала. Тут всё съели. Тут всё съели. Животноводы дымом спасают крупный рогатый скот. У сараев жгут сено и траву. С пастбища покусанных животных возвращали на тяжёлые техники. Они не в силах были даже подняться на ноги. Мошка рыбы укусили. До сих пор дня 4 уже не поднимается. Жалко рызать. На пастбище домашний скот больше не выпускают. За несколько дней насекомые убили 11 коров. Может быть такая травма, как кровоизлияние в лёгкие. Животное просто задыхается. Столь агрессивной чёрная мошка становится в период размножения. При благоприятной погоде потомство это насекомое может дать до пяти раз за лето. Как рассказывают местные жители, эти насекомые здесь были всегда, но не в таком чудовищном количестве. Вокруг этой местности много водоёмов. Озёра, болота, речки. К тому же весна в этом году прогрела воздух до аномальных 33 градусов. Тем самым создала идеальные условия для активного размножения мошек. По предварительным данным, такое нашествие стало возможным из-за того, что районные власти заранее не провели дезинфекцию территории. Сейчас морить мошкару бесполезно. К тому же могут погибнуть все насекомые в округе. Дезинфекцию проведут только осенью.